Это самка. Мы хорошо видим икру. Она находится на четвёртой стадии зрелости. Аппарат ультразвуковой диагностики в опытных руках Марины Карентович. Она знала многих муксунов ещё и кринками. И потомство имамы – настоящие пациенты, к здоровью которых нужно относиться трепетно. Рыба должна у нас остаться живой. Это основная задача – сохранить это маточное стадо для следующего поколения. Муксун – эндемик сибирских водоёмов. Это означает, что такой вид рыбы обитает лишь в нескольких местах нашей страны. Предприятий, занимающихся искусственным воспроизводством в условиях замкнутой системы, их, в принципе, очень немного. Одно из них на Ямале – Собский рыбоводный завод. Он стал площадкой для исследований. Численность муксуна в речных водоёмах постоянно сокращается. На восстановление прежних запасов могут уйти годы. Для того, чтобы увеличить популяцию, рыб скрещивают намеренно. Новую методику скрещивания с использованием аппарата УЗИ разрабатывают совместно с тюменскими учёными. Всё как у людей. У икринок определяют отклонения в развитии. А у взрослых особей – новообразование кисты. Предупреждание заранее. Какие-то развивающиеся болезни. Убираем обракованные особи и разбиваем их на половые группы и зрелость. Возможно, именно сегодняшние студенты усовершенствуют методики сохранения краснокнижного вида. На Собском рыбоводном заводе максимально создают условия близких к природным. С проточным течением, разделением на молоти и половозрелые особи. При этом следят за их состоянием. Для того, чтобы избежать генетических патологий, популяцию пополняют дикими особями. А вот икра, которую в природе могут попросту съесть, развивается на заводе. Дальше будет инкубация. 4-5 месяцев. После этого подойдёт выклев и дальнейшее подращивание до навески в полтора грамма. Сейчас к инкубационному периоду готовят более миллиона икринок. В естественную среду уже мальков планируют выпустить в июле-августе следующего года. Мария Гончарова, Дмитрий Нагибин. Премия «Ямала. Харп».